Итак, приветствую вас, друзья мои! Мы продолжаем знакомство с вами с удивительным искусством семей. Решаем мы вопросы, связанные с финансами. Помогает нам в этом дверь рождения. Чтобы результат получился, хочу вам подсказать несколько фишек или шагов, которые этот результат приблизят к вам. Одна из фишек – это цель. Если мы не знаем, куда идем, тогда можем ли мы удивляться, что результат нас не радует? Согласны? У каждого человека очень много целей. Давайте мы все-таки с вами выберем одну, так как мы сейчас работаем именно с картой семей месяца и решаем с вами задачу краткосрочно. чтобы результат у нас случился не в следующем году или в следующем пятилетии, а уже сейчас. Поэтому выбираем конкретную цель. И, естественно, цель должна быть реальной. Согласитесь, что если я никогда в руках не держала 1 миллион долларов, то как они у меня возникнут уже завтра? Ну, это, по-моему, нереально. Согласны? Поэтому предлагаю вам конкретику первого шага посмотреть на моем примере. Мой муж – специалист по ремонту и монтажу кондиционеров. Летом у него самая работа. Я ему помогаю в поиске заказов. Даю объявления на сайте Авито о его услугах. Он у меня, кстати, уже знает, что именно мои объявления хорошо работают. У меня есть цель. Не просто деньги, а заказы, которые нам принесут деньги. Я концентрируюсь именно на этой цели и делаю действия, которые помогают мне в реализации именно моей вот этой конкретной цели. В данном случае – поиск заказов и клиентов. Что я делаю? Действие первое. Перед тем, как подать объявление, я беру компас и нахожу направление, в котором я буду сидеть за компьютером, чтобы у меня за спиной находилась магическая финансовая дверь рождения. Помните, мы про это уже с вами говорили. Благо, у меня компьютерный столик позволяет его двигать в любом необходимом мне направлении. Думаю, для вас это тоже не составит большой проблемой. Действие второе. Начинаю подавать это объявление. Соответственно, я сижу за компьютером именно так, чтобы у меня за спиной была эта дверь рождения. Простое действие? Совершенно простое. И действие третье. Усиливаю свою работу в визуализации. То есть я мысленно представляю, что заказ, пришедший ко мне с этого объявления, принесет мне такую-то сумму. То есть я мысленно вижу эти деньги, я пересчитываю их, кладу в кошелек и радуюсь пришедшей сумме. В тот момент я заказала, чтобы вот этот заказ мне принес 20 тысяч. Увидела их, почувствовала, положила в кошелек и так далее. Знаете, когда у меня муж вечером принес мне с халтурки 20 тысяч, я, честно говоря, скажу вам сразу же, обалдела и подумала. Да, надо было визуализировать гораздо большее количество. Поэтому проделывайте такие действия, и у вас будут точно такие же результаты. Также эти же шаги, вот эти 1, 2, 3, можно делать, если вы ищете работу и подаете резюме, или обращаетесь к начальнику о повышении заработной платы. Все то же самое, все те же самые действия, совершенно простые. Главное – действуйте, применяйте и примеряйте эту методику на себя. Ведь только практика улучшает наши результаты. Как помните в сказке про Золушку, мы не волшебники, мы только с вами учимся. И пусть в вашей жизни наступят приятные перемены. До новых встреч и новых фишек. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова